всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир потому что Катя Мирошниченко решила сегодня сделать коррекцию я на нее записалась и сейчас Аня в прямом эфире именно прям классическую коррекцию и сделаем дизайн который будет у меня на всех 10 пальцев дизайн выбрали вырви глаз просто ну не вырви глаз да не ну такой вырви глаз для меня это не вырви глаз причем под гусиную лапку короче модно стильно молодежно да модно стильно молодежно гусиная лапка в новой интерпретации смотрите вот я яркие вещи не очень ношу но вот обожаю яркий манитюр не знаю почему смотрите как круто гусиная лапка может дружить там ничего не видно сейчас покажу ближе так короче начинаем ну ты мне начнешь делать коррекцию вот на этой руке один ноготь сейчас я расскажу какую я форму хочу почему мы сегодня поговорим про классическую коррекцию сейчас Аня расскажет почему я считаю что и Аня так считает что классическая коррекция она важна да и мастера маникюра которые обучились только на маникюр и на гель-лак этого мало чтобы быть хорошо продающим мастером чтобы ваши услуги были востребованы не только сейчас а через 10 лет и чтобы у вас был просто сарафан вагон клиентов и можно было нормально стабильно работать еще и цены из года в год поднимать 1 давай начинаем надо отключить фильтр да вот такой мы сегодня сделаем дизайн вот такой один ноготок мы потом я думаю что кати в салоне сделают вот это принт гусиная лапка который у нас в ассортименте уже очень давно но вот я его сейчас делаю в новой интерпретации с неоном это сейчас очень очень популярно как он быстро даже не точнее не быстро как сильно изменился этот принт сначала там 19 20 века и вот по сей день это кстати я буду рассказывать своем новом курсе я продаю еще название не придумала но будет очень круто это буду рассказывать историю брендов как менялись и будем делать все брендовые маникюры и вручную рисовать и клеить короче он будет прикольный давай на указатель у нас что мы что мы имеем мы имеем арочные ногти классический pipe да вот сейчас не говорите что он широкий какое-то это это вот именно форма классического pipe а классический pipe он выглядит вот так сверху как овал широкий но мы уже видим на что опустились чуть-чуть параллели вниз пошли то есть боковые линии нам нужно поднять чуть-чуть понизить вот здесь я бы понизила чуть толщину сделать его более плавным продольный изгиб арка конечно же уйдет вот кстати многие просили коррекцию арочных ногтей как ее делать но у нас нет такого человека еще одного поблизости который выходил с арками ступенька вот чуть-чуть небольшая но обязательно нужно ее убрать то есть арки они терпят две коррекции максимум ну даже наверное одну и арка потом уже уходит это уже не арочные ногти это уже такие салонные катя хочет форму чуть-чуть поуже да правильно теперь хочу что был такой миндаль но при этом чтобы арка осталось так можно арка нет арка не останется у тебя же будет беседе вот сказано мастер не моделирующий понимаете арка останется только в том случае у вас тоже слушайте внимательно арка останется только тогда когда вы оставите боковые линии вот том состоянии в котором они сейчас то есть висящие вниз мы можем их оставить висящими ну нет не можем поэтому подняв боковые линии соответственно уйдет арка арка уйдет сильно но останется процентов наверное вот если было 50 останется процентов 30 ладно хорошо следующий раз уже не будет арки совсем поэтому ну как бы арочные ногти я всегда говорю что если вы хотите чтобы были арки именно арки то нужно их перенаращивать это ногти не салонные то не те ногти которые носят каждый день и делаются из коррекции в коррекцию это нестандартные ногти поэтому они и делают в не стандартным способом и перенаращиваются коррекция у нас обыкновенно коррекция обыкновенная классическая без запечатывания естественно потому что запечатку мы делаем только натуральные ногти натуральный нога тос еще очень далеко в первую очередь что мы делаем перед тем как начать опил сверху мы берем керамическую фрезу вот такую кукурузку или алмазную со скруглением конус и сначала убираем ступеньку так делается и варка и в салонном моделировании первую очередь убирается изнутри ступенька когда наращивали ногти где-то там форма не стала где-то ноготок волной и гель слегка подсек под ноготь обязательно убираем ступень сначала потому что ступень это мнимая толщина мы если сначала пилим сверху а потом уберем ступень ногти могут быть тонкими все убрали видим что ступенечки не теперь уже можем опиливать сверху я керамику бы убрала гель жесткий классический он лучше для фреза керамическая лучше для гель-лака поэтому работаем металлическая фреза так будет гораздо быстрее плюс ногти длинные убираем стоп дизайн понижаем если нужно толщину длину мой клиент убирать не хочет длину значит не трогаем здесь я чуть-чуть убираю толщину по продольному изгибу горбик он мне очень нравится как не ты можешь тоже говорит что то есть у тебя нет так теперь и теперь мы уже поднимаем сразу же здесь поднимаем боковые линии подняли на сразу видно что вот здесь висит там не висит катя захотела поуже форму поэтому я вот скос здесь увеличиваю делаю уже кончик понижаю толщину торца эти вот все арки уже нет 30 процентов здесь еще осталось но все равно это уже не арочные ногти низко как-то телефон стоит сейчас я зуб работать будем также твине гелем просто доложим у кутикулы у нас особо нет здесь от слоек разрушение если вы были от слойки разрушения мы потом все сейчас зачистили при необходимости запечатали вы бока если бы не разрушили натурал композитом не надо будет не композитом дырочки сейчас посмотрим это мне дырочек никаких нет вот еще скос чуть-чуть остался да вот я убрала высоту по продольному изгибу они такие уже будут более салонные арка конечно же вся ушла не буду сейчас прям долго уделять время много опилу длинные ногти без опила но по крайней мере не рекомендую я и сама это не люблю делать в одну каплю не сделаешь идеальные толще идеальной архитектуры в любом случае не будет поэтому выкладываем опиливаем стандартная классическая коррекция ты думаешь какие ошибки мастера допускают самом начале когда учатся на классическое моделирование коррекцию наращивание женой не знают такой вопрос всех по-разному мне кажется все равно основные ошибки это в наращивании постановки формы постановки форму конечно в архитектуре в архитектуре естественно что нужно знать параметры архитектуры изначально перед тем как начинать вообще что-то делать нужно изучить параметры архитектуры искусственного ногти у нас плюс наших онлайн-курсов том что у нас в любом курсе даже самом маленьком есть лекция параметры архитектуры биохимия акрилатов я каждый раз на всех эфирах девочкам говорю что это те лекции которые без которых вот даже начинать сложно и я сама была сама учка и вам не рекомендую рекомендую все-таки обучаться и обучаться всему и побольше вот мне дана девочка написала я мастер-самоучка работала там несколько лет назад потом ушла в декрет сейчас уже ничего не знаю какие курсы повышения квалификации вы мне посоветуете я вам посоветую идти нам самого начала на базовый курс она причем и на маникюр она горькая не училась мы там или училась очень-очень давно в идеале конечно и сразу на все и на базовый курс мы сейчас обрабатываем кутикулу очищаем перегей алмазной фрезой каплевидно это кстати фреза у нас недавно появилась в ассортименте она очень крутая для комби маникюра чистого она прям классно подходит на прям под кутикула учащает очень круто все больше мы ничего не делаем при подготовке кутикулу мы катя делаем комби маникюр мы не делаем аппаратом не тонкая кутикула мы делаем комби аппарат плюс кусачки или плюс ножнички сейчас вот с кончиком больше ни с чем не работаем на этом этапе главное убрать все отслойки подняли боковую линию и можем уже моделировать берем салфеточку не с такой формы лучше хотя ты тоже хорош да тебе с такой формы лучше лучше да ну я чуть еще подправим я сейчас просто не стала уже после моделирования это кстати хорошо проходила с твине ни одной отслойки практически плюс как бы длина такая большая нагрузка большая это арки мы не стали делать сильно тонкие специально просила делать неносибельными чтобы хорошие ребра жесткости были на обучение вот по моделированию начинается вот когда до коррекции доходит вот первая коррекция которую проходит это классическая коррекция без запечатывания искусственных ногтей потом уже идет с запечатыванием коррекция по моему до гелевого маникюра да получается клиент если пришел на наращивание него нет свободного края он получается 1 у него коррекция после наращивания без запечатывания 2 может быть 3 на 4 уже сто процентов идет коррекция запечатывания когда свои ногти отрастают уже под гелем вот катя же не будет перенаращивать ногти да у меня есть свои отрастут скоро месяца через три меня будет гелевый маникюр уже натуральные ногти запечатать и какие курсы у нас входят все виды коррекции получается пакет платина да входит все абсолютно но там все маникюр полный весь со всеми технологиями смотреться захочу вот просто мне вот сейчас я хочу быть мастером хорошим сразу вот если возьму платье ну там все вот прям вот все веру и становлюсь и мастера маникюра и мастера моделировали и еще рисовать научусь поэтому здесь курсы по модели по дизайну я кстати недавно даже скорость есть а не а когда мой курс скорость даже он входит в платье ну то есть там есть мне кажется его берешь или лет десять просто учишься первый год нужно пройти моделирование наращивание а потом когда у тебя будут какие-то моменты со скорость нужно уже пройти курс по скорости вот как так перчатка она не порвалась она была обрезана так ворвалась вот так красиво прелесть какая у меня на левой руке ногти хорошие как раз позавчера в эфире себе делала коррекцию на цвет что мы взяли это дай кири у нас правильно девочкам показала что супер бонд конечно показала не знает что супер бонд наконец вернулся к нам да смотри и в коррекции классической искусственных ногтей мы достраиваем архитектуру то есть мы восстанавливаем зону у кутикулы и обязательно достраиваем вот здесь боковые линии они не 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 растрынделась я попросила специально розовый чтобы у меня был градиент на тот случай если следующий раз а у тебя по-моему был или нет спускаем боковым линиям восстанавливаем ребра жесткостью теперь будет в этот в это место течь на свободный край при коррекции искусственных ногтей мы только стягиваем гель потому что там у нас толщина есть и мы туда не выкладываем что если выложим потом будем очень-очень много пилить платина огнище огненная девочки уже сами те же у нас тут уже сами спрашивают другие девчонки им отвечают это я прелесть я интервью брала у девочки платину она закончила и она рассказывает говорит дизайн никогда не суши суши куда-то 30 секунд послушать когда купила платину платину покупала за то что там много всего и на дизайн как бы смотрела очень скептично но когда начала проходить дизайн в платине вдруг поняла что в принципе они так уж это и сложно не но я считаю что платину стоит брать из-за того что там очень много всего и действительно ты правильно сказала курс платину можно проходить два года точно и доступ пожизненный спокойно маникюр на тебя курирует на курирует на процессе всего обучения же правильно от начала до конца по всем урокам ну вообще мы конечно не планировали делать кураторство прям все время но сейчас как показала практика да у нас куратор вот кто год назад покупал платину их еще курирует но представьте так где такое вообще видано везде вот если ты покупаешь я тоже много покупала там по инстаграму какие-то курсы ну всякие маленькие если если даже пожизненный доступ и то именно курсов не попадалось пожизненным доступом там марафоны какие-то такой кураторство 15-30 дней там максимум но год это феерично конечно не ну цель же какая цель вырастить кайфовых мастеров не просто так все я пили еще чуть-чуть я поднимаю боковые линии то есть еще уходит арка то есть видите да что одна коррекция уже от арочных ногтей и не осталось следа практически ничего я сейчас похожу два месяца опять перри наращу да прям расскажи будешь свои отпускать родную значит они мне надоели а я ногти не снимала и не наращивала с нуля не за сколько лет пять точно какая у меня сексуальная перчатка все на хорошо хоть маникюр так уже двинни жесткие то конечно вообще феерия прям он так нравится не дали будет длину можно делать классно на нем френча смотрятся катя хочет следующий раз себе черный френч знаешь что у меня эта рука будет вот этот дизайн а вот эта рука у меня будет френч черный я уже подумала я ждать так долго не смогу мне быть две разные руки может эти платья не есть работа с твени гелем по-моему да добавили вера а в платье не есть твени гель это яйцо в ларце девочки есть получается там да есть же курс скорость мой у меня там есть наращивание твени гелем причем скоростное за час 06 монофас плюс твени гель и даже с маникюром и с дизайном ну короче есть все готов чинка вот все таки я видишь тебе все переделала каждая метла метет по-своему это называется ну да ты просто скажи что тебе жутко не нравилась моя форма ногтей она мне как аня сказала не подходит я тысячекратно извиняюсь на эти сделать все другие ногти все нить кто ничего не видел ну просто практически одно и то же просто сделала коррекцию человеку не ну я собиралась убирать ой девочки я извиняюсь я перевернула так ручку а то я не вижу вообще симметрию сейчас 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 когда длинные ногти вот такой вот под камеру от пил быстрый можно где-то не заметить так что у нас тут ребрышки на месте там все чистенько все хорошо это не смог а телефон мой твой уме в эфире я думаю что комментарий не читаешь давайте свой там ты будешь читать потом же нара вопроса вопрос вопрос и комментарий все шлифуем оля оль голю позвали сразу машинка так заглохла . принеси пожалуйста инструмент кусачки и кутику римовер чуть-чуть остался скосик вот так сбоку если посмотреть но уже арки нет конечно когда появятся квадраты квадраты появятся через три недели сейчас мы кутикула обработаем и в принципе мы готовы а мне вот девочка она написала взяла курс по маникюру это серебро да по моему базовый пишет мне хочу взять моделирование потом еще скорость взять я говорю так до платины обновитесь и все будет она точно можно было активнее девочки кто кстати покупал просто серебро маникюр например вы можете сделать апгрейд до платины да у меня там где то есть у меня ладно хорошо на сухую без любви вот так кто-то пишет все что наложила спилила неправда ну во первых не наложила аккуратно смоделировала а во вторых оставила там где надо вот так вот я ответил грамотно все я уже обрезала тут у катя кутикулы той просто сейчас почищу только нанесу чтобы почистить под кутикулы и все спрашиваю девочка платина подходит для мастера нас очень много наверно 50 процентов покупок это действующие мастера покупают особенно вот кто давно учился чтобы обновить мозг тем более там по моделированию большой объем курс скорость он очень большой это идеальное повышение квалификации для работающих мастеров сам курс моделирования тоже это считайте что для вас будет повышение квалификации курсы по дизайну это тоже для вас будет своеобразное повышение квалификации даже если взять и сам курс маникюра который входит платину там элементарно вот в лекционную часть слушаете вас как не знаю как будто не учился никогда самое важное это то что в курсе в платье не очень большая теоретическая часть я считаю что вот самое наверное главное всегда всем говорю быть грамотным специалистом с этого все начинается я помню когда еще раньше было обучение тебя не допускали к моделям пока вот ты не получишь базовые знания теоретически да а сейчас настолько сократилось обучение сейчас потолок можно найти самое большое там 5 дней обучения кто-то 10 дней учит а вспомни как мы раньше учили три месяца да офигеть все начинаем делать дизайн цвет понадобится нам всего два цвета это 0 1 0 1 и 285 жалко конечно твине закрашивать ну ладно катя хочет дизайн я сначала рисую прямоугольник под гусиную лапку прям кисточка из флакона кисточка квадратная в белом и в принципе очень удобно можно не выводить прям идеально этот прямоугольник потому что если вы обратите внимание он у меня потом обведен словом и обведен еще им пасты смотри я говорю это всегда ну скажу еще раз вот если видите такой дизайн что частично нужно покрытие не покрываетесь желтым а потом сверху белым то утолщает архитектуры будет вот эта часть где сам дизайн это такая вот выпуклая как будто сверху она может расширить ноготь вы рисуете отдельно прямоугольник по одной адрес потом закрашиваете белым цветом здесь вопрос девочка спрашивает как работать нашим ультрабондом перешла на нашу продукцию ультрабонд ультрабонд там много моментов да ни в коем случае не подходить близко к кутикуле не до бог затечет потом потечет базы падут отслойки ни в коем случае не наносить на одном месте несколько раз это ухудшает адгезию будут отслойки не использовать ультрабонд для растворения слайдеров и для работы с ногтями с коррекцией то есть много на самом деле нюансов девочки пишут про арку девочки я не собиралась оставлять себе арочные ногти я собиралась себе сделать миндаль а что они пишут про ну что типа почему здесь нельзя было арки оставить так я же сказала в начале почему нельзя потому что мы поднимаем боковую линию она при отрастании провисает и арка уходит это ну архитектура что можно было навалить материал сверху и тогда ой это не мой метод это это ужасно смотрится изнутри это извращение какое-то если честно нет если нравится пожалуйста я не понимаю такого если моему клиенту нужно будет оставить и сделать арки я ему перенаращу за то же время которое вы будете наваливать изнутри выпиливать но это будет красиво смотреть девочки спрашивают если куплен курс скорость и топ-10 платину можно со скидкой взять да можно вода а я не знала я думаю что да можно пересчитать ну там пока пересчитают топ-10 смотрите потому что курс скорость идет бонусом первый слой нанесли просушиваем теперь перед вторым словом обязательно кутикулу отодвигаем покрываем поближе сколько стоит платье на а это уже ответили на 30 тысяч самое главное что в курс платина входит подарок на 7000 рублей продукт вот девочки пишут а мне кажется платье на все бесконечное в этом пакете постоянно что-то добавляется да у нас все планируем маникюр добавляет один урок у нас кстати во все курсы обновления и добавления они потом приходят к вам автоматически и даже если вы три года назад купили курс вот мы до снимаем допустим какой-то урок и он у вас появляется автоматом так так потому что это просто Продолжение следует... Шатается сильно стол. Эфиры обязательно сохранились. Кстати, запрос поступил о сделать запечатывание на квадратных ногтях. Очень хорошая, кстати, идея. Где сделать запечатывание? Показать, как делать запечатывание. С коррекцией на квадратной форме. Действительно, это сложнее, чем на миндале эфиры. У меня есть эфир в ленте. Есть эфир в ленте. У меня там в ленте эфиров с запечатыванием очень-очень много. И эфир... Ну, просто я удаляю предпосмотры. Там, если в телевизор зайти, там очень много эфиров. Касательно именно работы с натуральными ногтями. Я фанат натуральных ногтей и фанат запечатывания. Поэтому я его делала там и на миндале, и на овале, и на квадрате, и с гель-лаком, и без гель-лака, и с акригелем, и боком, и прискоком. Тема. Мы тему не написали. Ну, да, уже ладно. Твини на короткий квадрат с запечаткой. С распечаткой. Можно? Надо делать. Можно, да. Твини жесткие только. Можно с запечаткой. Это в новом платье. Угу, угу, угу. У тебя еще блэк тармин, может быть, можно, да? Да. А, это ты уже отвечала. Ты хорошо просушила там все? Да, вводим. Девочки, еще... Слайдер топ мне нужен. Там, смотри. Вот, вот, нашла. Наносим слайдер топ. Смотрите, когда длинные ногти, неважно форма какая, слайдер топ и все промежуточные топы наносим максимально тонким слоем. Я прям вот так вот с кисти снимаю материал. И вот сюда, где будет нейлдресс, вот просто промазывающими движениями наношу слайдер топ. Нельзя расширить архитектуру. Понимаете? Если я сейчас нанесу обычным слоем, потом еще сверху текла для приклеивания шермикон, потом еще слой матового топа, ногти расширятся и будут казаться, что свободный край широкий. Теперь мы пока сушиться на слайдер топ, вырезаем фрагмент для приклеивания. Такой длинненный прямоугольник. Что, я угадала? Ну, почти. Спрашиваю, девочки, если вообще нигде не училась, платина подойдет? Идеально. Идеально, да. Если вообще нигде не... Даже если учились, все равно вам платина подойдет, потому что там огромный объем курсов. Если их пересчитать, там больше 100 тысяч рублей будет. Слушай, вот в мое время не было таких, вообще же не было такого количества информации, ни платной, ни бесплатной, вообще никакой. Я три года была самоучкой. Вот я три года до всего доходила сама. Это настолько тяжело. Я сейчас всем говорю, девочки, не тратьте время. Не надо доходить до всего самим. Это очень много времени на это уходит, нервов. И вообще, вот сейчас и ресурсов очень много, и платных, и бесплатных. Начинайте там с бесплатных, потом поймете, что ваши, возьмете там курс полный. Но вот не сидите, не ковыряйтесь сами. А на Wildberries, ваша продукция оригинал или подделка? Оригинал, оригинал. Если слайдер-топ закончится, чем можно заменить? Можно взять базу Эмиллак жидкую. Убираем остатки. На Wildberries, вот это важно. Счищаем пилкой с торца на Wildberries очень тщательно, чтобы ни кусочка, ни фрагмента пленки по торцу не оставалось. Если останется, скорее всего, обдерется. Я когда обчищаю, я даже пилку чуть-чуть заваливаю на ноготь, и вот так прям прохожу, чтобы даже сверху чуть-чуть вот поцарапать пленочку, чтобы она потом не слазила. Так, далее у нас идет приклеивание Шермикон. Текласс. Текласс. Также точно Текласс тонким, тончайшим, невидимым слоем наносим на поверхность. Я вообще люблю даже брать отдельную кисть овал, капать наилдресс на палитру... Что ж мне тут наилдресс? Текласс на палитру и прям размазывать по поверхности. А я ультрабонд нанесла? Нет, я забыла ультрабонд, девочки. Стопе. Ультрабонд. Не дошла Теклассу. Ультрабонд наносим на слайдер, на наилдресс. Наилдресс полностью растворяется, пленка, но не стирается рисунок. Ультрабонд обязательно для слайдеров, обязательно. Но, опять-таки, по поводу ультрабонда. Нельзя одним флаконом работать и приклеивать, обрабатывать слайдеры, наилдрессы. Шармикон и номер. Шармикон номер 94. Я еще на них не дошла. Расспрашивает. А, расспрашивает. А наилдресс... Тоже покажу, давай. А наилдресс номер 50. Гусиная лапка. Это классический принт, он у нас никогда не выйдет. Не выведется. Не, ну. Диплом установленного образца по курсу маникюра с присвоением квалификации. В пакете серебро дается, если сдадите все экзамены, все зачеты сделаете. В курсе серебро, золото и платина идет к диплому. Т-класс под приклеивание шармикон сушим, Катя, 2 минуты. Да. Обожаю эти шармиконы. Вот я сейчас курсы спешу, и я их прям вот стала активно очень использовать. Они максимально универсальны. Вот начала делить на тренды курсы, поняла, что к любому тренду подходит этот шармикон. И к стрит-стайлу, и к брендовому маникюру, и, короче, ко всем. Вот, смотря, как его использовать. Он у нас базовый коленции теперь. Базовый. Вообще базовый класс. Мне нравится Нелдресс Луи Виттон, и гусиная лапка, и вот эти шармиконы. Это прям вот... Это то, что должно быть у мастера всегда. У меня Текласс после просушки кратерами. Можно просто снять липкий слой с цветного покрытия, и тогда покрыть Теклассом. Больше курсов и мастер-классов по классическому моделированию, по запечатыванию на квадрат, смотрите, у Ани Акалот в аккаунте. Да, кстати, вот я последний раз делала тоже с запечатыванием на себе коррекцию. Ну, там у меня и с совмещением герлак есть. Короче, куча, куча кучная. Обрезаем шармикон так, чтобы до края оставалось буквально полмиллиметра. Ни в коем случае не стык-стык края. Вот смотрите, покажу. Чтобы вот здесь место было до края. Видно? Полмиллиметра оставляем. Чтобы была возможность топом перекрыть. Иначе шармикон начнет обдираться. Можно этому аккаунт делать? Девочки, вот он аккаунт Ани Акалот. Вот здесь очень много всегда мастер-классов и прямых эфиров именно по классике, по коррекциям и запечатываниям. Так, еще один. Прям повторять буду точь-в-точь. Оп. Когда шармикон касается торцов, то же самое. Приклеили. Руками лучше не лапать, в перчатки можно. Счищаем. Натурал композит будет в ноябре, девочки. Тоже тщательнейшим образом. Прям вот пилку чуть-чуть даже заваливаю на поверхность. Очень важно правильно закреплять декорации. Вот. Все. И перед тем, как наносить топ матовый, у меня будет матовый, я обязательно беру топ Текласс. Смотрите, что делаю. Прохожу шармиконы. Закрепляю их. Матовый топ, он пористый, мягкий, он может стираться в течение носки. И декорации могут начать обдираться. Прям вот так, на кончик хорошенечко. Все. И тогда я буду спокойна, что клиент проходит месяц, и ничего там не обдирется, нигде ничего не делается. Спрашивает шармикона 85-86. Это слова. А мы их сейчас, шармиконы 85 и 86, переделали макет, и они скоро придут в ноябре. Будет другой просто макет, их перевыпустят. Что смертят? Скажешь? Поняла, что ты шармиконы, помнишь, вот эта пара была, слова вот эти на красном, веган. Я их здесь не ехала. А что ты тогда ходила? А, переделаю, да. Шармиконы, которые слова самые первые, популярные. Да, 85-86. Мы макеты переделывали, и выпустят скоро. Выпустится. В ноябре. Просто. Ну это же кошмар какой-то. Сейчас все будут смеяться с моих ногтей. У меня обычно левая рука уже отрастает, а правая еще не переделана. Теперь покрываем матовым. Но шармиконы обязательно перед матовым топом закрепляем текласом. Вот это залог хорошей носки декораций. Не на все вопросы отвечают тут, скажи, невозможно. Если какие-то вопросы у вас очень-очень важные, вы хотите безумно получить на него ответ, пишите в директ мне или Кате, мы обязательно ответим. Просто очень сложно и работать, и отвечать на вопросы. Какие-то уползают. Что-то я сегодня строгая какая-то. Я вообще добрая. Все. Вот я обожаю этот момент, когда нанес матовый топ, и сейчас он станет красивым-красивым. Так, вот теперь можно посмотреть вопросы. Где там остановилась? Савицы, очень рада опять быть в вашем лайф. Ну, я сейчас на работе. Запись сохранится? Сохранится, конечно, милый человек. Милый человек. Ну, красивее на длинном узком ногте, конечно, чем на типсе. Ну, все, сейчас я иду на коррекцию. У меня коррекция 2 часа. Ну, прикольно. Сегодня ждите Катю Мирошниченко с желтыми ногтями и гусиной лапой. А ты будешь вот такое делать с рисованной шанелькой? Хорошо. Заставлю Наташу Ганову и шанельку рисовать себе. Да, это, конечно, долботня. Так, ну что? Перевернешь? Подожди, подожди, подожди. Даже переверну. Потеря двух кончиков перчаток. Огорелись мои нотки без коррекции. Смотрите, как подходит. Кайф? Ну, это вообще, это же фэшн. Моя профэшн. Это просто оргазм, а не дизайн. А у Веры Николаевны крутой этот, скажи мне, пальто тоже вот такое. И она сейчас тоже, кстати, ходит с гусиной лапкой. Так мы же когда с ней покупали этот пиджак, мы чуть не подрались. Она получается, в итоге я купила пиджак, это Морелла, а она купила вот это пальто. А, да? Мы в один день купили. Девочки, спасибо большое за эфир. Сейчас уже нет времени отвечать на оставшиеся вопросы, потому что эфир лучше проводить до часу, чем больше. Я сегодня, либо завтра утром выложу этот эфир, скорее всего завтра утром. И все вопросы, которые будут под постом, Аня, пожалуйста, поотвечай на эти вопросы. Я забываю, что она начала ходить к тебе. Смотри, завтра утром этот эфир выкладываем, и ты отвечаешь на все комментарии под этим постом. Все, пока-пока. Пока. Пока.